Анализ крови на витамин В1 – тиамин. Концентрация витамина В1 в лабораторных условиях определяется в мочи и в сыворотке. Для исследования крови чаще всего используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии масс-спектрометрии. Результаты анализа находят применение в терапии, гастроэнтерологии, диетологии, дерматологии. Витамин В1 поступает в организм вместе с продуктами питания, основные его источники – злаковые, бобовые, мясо, морепродукты, картофель. Всасывание осуществляется в кишечнике, преимущественно в тонком отделе. Этот микронутриент практически не накапливается в тканях и органах, используется непосредственно там, где в нем есть потребность. А излиши выводятся через почки. Поэтому для профилактики дефицита необходимо ежедневное употребление пищи, богатой витамином В1. Его нехватка часто проявляется симптомами, характерными для общего гиповитаминоза – высыпаниями на кожу, утомляемостью и сонливостью анемией. Гиповитаминоз встречается редко, в основном при неправильной дозировке витаминах добавок, приводит к нарушению работы печени и нервной системы. Витамин В1 в крови – показатель, который отражает количество тиаминов в плазме, позволяет выявить состояние гипо- или гипервитаминоза. Анализ выполняется в комплексе исследований на витамины. Тиамин Витамин В1 представляет собой водорастворимое соединение, микронутриент, незаменимый компонент в питании человека. Он участвует в обмене веществ и производстве энергии, способствует расщеплению углеводов и белков, усилению метаболизма нервной мышечной ткани, передаче нервного импульса, восстановлению и росту клеток. При достаточном поступлении в организм оказывает ранозаживляющие действия, поддерживает нормальное сокращение сердечно- и скелетных мышц, ускоряет процессы детоксикации, повышает умственную и физическую работоспособность. Витамин В1. Тиамин – биологически активное соединение, необходимое для нормального обмена веществ, производства энергии, функционирования нервно-мышечной системы. Анализ на определение концентрации тиамина в крови выполняется вместе с общим и биохимическим исследованием, выявлением уровня других витаминов группы В. Результаты используются в гастроэнтерологии, неврологии, кардиологии. Анализ на витамин В1 в сыворотке назначается при симптомах, указывающих на его дефицит. Чаще всего он необходим пациентам, имеющим хронические заболевания с нарушением всасываемости веществ в ЖКТ, злоупотребляющим алкоголем, неполноценно питающимся. Забор крови для анализа производится из вены. Метод исследования – высокоэффективная жидкостная хроматография. При отсутствии дефицита витамина В1 полученные значения находятся в промежутке от 2,1 до 4,3 нанограмма младшего. Сроки подготовки результатов – до 6 дней. Показания и основным показанием для проведения анализа на витамин В1 в крови является подозрение на его дефицит. Чаще всего исследование назначается пациентам из групп РИСКО, беременным, придерживающимся жестких диет или несбалансированно питающимся по иным причинам – страдающим алкоголизмом, перенесшим операции на органах пищеварительного тракта, находящимся на париэнтеральном питании, а также имеющим заболевание, которое сопровождается нарушением всасывания питательных веществ, целиаки, болезнь крона и другие. Кроме того, анализ на витамин В1 показан при симптомах его дефицита кожных высыпаниях, дерматите, язвах на губах и полости рта, воспалении языка, чувстве анемения или сжения в конечностях, анемии, утомляемости, бессонницы, раздражительности, снижении памяти, депрессии. Избыток тиамина – явление крайне редкое, с целью его диагностики исследование назначается пациентам, принимающим витамины добавки и предъявляющим жалобы, свидетельствующие о нарушении работы печени и нервной системы, тошнота, мышечная слабость, головокружение, кожная сыпь. Достоинством теста на витамин В1 в крови является то, что результаты позволяют выявить состояние дефицита легкой и умеренной степени, когда симптомы неспецифические и слабовыраженные либо отсутствуют. К ограничениям можно отнести значительную длительность процедуры и высокую стоимость анализа. Само по себе исследование не имеет противопоказаний, но забор биоматериала оказывается невозможным при ряде заболеваний острых психических расстройствах, выраженной анемией или гипотонии, нарушениях свертываемости крови. Подготовка к анализу и забор материала При определении уровня витамина В1 исследованию подвергается венозная кровь. Процедура забора выполняется с утра, последний прием пищи должен быть совершен не менее чем за 3 часа до ее начала. В течение предшествующих 30 минут нужно воздержаться от курения, в течение суток от приема витаминах добавок, алкоголя. Кровь берется из локтевой вены методом пункции, хранится и транспортируется в герметичной таре и специальных боксах. В лаборатории из нее выделяют сыворотку, удаляя оформленные элементы и факторы свертывания. Наиболее точным и распространенным методом исследования витамина В1 является высокоэффективная жидкостная хроматография масс-спектрометрия. Процедура достаточно длительная, состоит из двух ступеней. Первая – жидкостная хроматография, в процессе которой материал разделяется между двумя несмешивающимися фазами, одна из них подвижна иллюгент, а другая – неподвижна. Вторая ступень – идентификация исследуемого соединения методом масс-спектрометрии, основанная на определении отношения масс-ионов к их заряду, другими словами, на взвешивании молекул в образце. В современных лабораториях процедура анализа автоматизирована, тем не менее, подготовка результатов занимает в среднем 4-6 рабочих дней. Нормальные значения показателей нормы уровня витамина В1 в крови одинаковы для взрослых и детей, не зависят от пола и составляют от 2,1 до 4,3 нанограмма младшего. Потребность в тяомии не определяется возрастом, физическими и умственными нагрузками, взрослым необходимо употреблять от 1 до 2,5 мг. Суд – детям от 0,5 до 2 мг. Суд – физиологическое снижение концентрации витамина В1 в крови происходит в ожилом возрасте, а также у курящих, часто испытывающих стресс. Людей, беременных и кормящих женщин. Для них норма ежедневного потребления от 2 до 5 мг. Некоторое уменьшение концентрации витамина В1 происходит при регулярном употреблении алкоголя и ационе с большим содержанием углеводов. В особенности рафинированного сахара и белой муки. Повышение уровня увеличения концентрации тяомина в крови – явление редкое. Обычно причиной повышения уровня витамина В1 становится применение высоких доз препаратов с его содержанием. Наиболее вероятно развитие гипервитаминоза при парентеральном введении растворов с тяомином в дозах более 100 мг. Его избыток предупреждается через уменьшение абсорбции в кишечнике и выведение почтами. Снижение уровня Снижение уровня витамина В1 в крови происходит при гиповитаминозе, наиболее частой причиной которого является несбалансированное питание. Преимущественное употребление выпечки из белой муки высшего сорта – рафинированного сахара и белого риса. Эти продукты препятствуют усвоению витамина, аналогичным образом действует алкоголь. Дубильные вещества, содержащиеся в чае и вине, нейтрализуют действие тяомина. Другой причиной пониженного уровня витамина В1 в крови может стать нарушение его абсорбции в кишечнике вследствие различных заболеваний. Целиакий, болезнь крона, хронического гепатита, холецистита, панкреатита, поражение стенок тонкой кишки, опухоли, рубцы. При выраженной длительной нехватке витамина В1 развивается бериберий и гоморрагический полиэнцефалит. Лечение и отклонение от нормы Анализ крови на витамин В1 диагностически значим при выявлении гиповитаминозов, нарушении питания, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. При отклонении результатов от нормы стоит обратиться к врачу, назначавшему анализ, чаще всего им является терапевт или гастроэнтеролог. Незначительное снижение показателей можно скорректировать самостоятельно. Для этого нужно ввести в ежедневный рацион источники витамина В1, крупы, бобовые, орехи, мясо, особенно свинину, печень, морепродукты, картофель. В качестве активной добавки к пище можно использовать пивные дрожжи. Одновременно стоит сократить потребление продуктов, которые препятствуют всасыванию тиамина или нейтрализуют его активность. Белый Муки высшего сорта, рафинированного сахара, белого риса, чая, кофе, алкоголя. Также снижает усвоение витамина табакокурения.